Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. По ссылке проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Сурик, дорогой, как тебе новые баги? Перфекто, капитан Очевидность. На этот раз они смогли превзойти сами себя. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность и ПТС Варфейс. 22 февраля 2024 года. Масса новинок, большинство из которых, конечно же, косметика. Их мы отдельно разбирать не будем, но обязательно разберем новинки в виде двух пушек, а также новой карты. Ну и вообще поговорим о том, что я об этом всем думаю. И особенно о техническом состоянии данного ПТСа. Итак, дорогой друг, что же там у нас за новинки? Новинки, капитан Очевидность, получились, если честно, очень и очень спорные. В качестве них выступают новая снайперская винтовка Астарта и пистолет-пулемет СТ Кинетикс, который будет использоваться в качестве второстепенного оружия, то есть как пистолет. Что касается снайперской винтовки, вы знаете, друзья, ну по ощущениям она не прилагает ничего кардинально нового. Но уровень примерно тот же, что был и до этого. То есть я не могу сказать, что снайперская винтовка это серьезно превосходит Собати. По-моему, то на то и получается. И возможно, это и хорошо не придется выбивать новый ствол. Бустанув с помощью модов данную малышку на зум, я получил, в принципе, хороший играбельный агрегат. Но опять же, по сравнению с Собати, какого-то реального буста, скажу честно, вот я не почувствовал. Учтите, я не снайпер. Но тем не менее, в общем-то, по-моему, плюс-минус одно и то же. Как говорится, те же яйца, но в профиль. Что касается нового СТ Кинетикс, он получился очень и очень неплохим, если бы не одно но. Данное оружие обладает емкостью магазина всего на 20 патронов. Что при всех его плюсах, а это высокий темп стрельбы, высокий урон, в общем-то, высокая достаточная эффективность, делает его, ну, прямо скажем, спорным. Играл я как с одиночной, так и с парной версией, меняя различные моды, проводя, так сказать, тесты, и пришел к выводу, что оно хорошее, только если перед тобой один противник. То есть это более эффективный элемент, нежели маузер. Но на двух противников тебе попросту не хватит патронов. А перезарядка, надо сказать, здесь не особо-то и быстрая. Поэтому выходит, что оружие реально классное, эффективное, интересное, но из-за емкости магазина очень сильно урезанное, прямо очень сильно. Добавь 5, а лучше 10 патронов, и было бы намного интереснее. Это было бы действительно новое метовое оружие. Правда, конечно, Таурус вряд ли бы оно потеснило, но был бы отличный вариант, отличная альтернатива для тех, кто любит позажимать. А вердикт каков конечный? Стоит выбивать эти стволы или нет? Я бы сказал так, капитан Очевидность. Снайперскую винтовку я бы, друзья, честно, выбивать не стал. То есть нет, я-то её, может, и выбью, ну, просто чтобы показать вам сборочки. Но для рядового игрока я думаю, что особой необходимости в Астарте вообще нет. Плюс-минус та же Собаке. Особой повышенной какой-то эффективности я в ней, честно говоря, не обнаружил. Что касается пистолет-пулемёта СТ Кинетикс, я бы сказал так, друзья. Если вы играете, допустим, за снайпера, то, наверное, всё-таки СТ Кинетикс будет интереснее, нежели Таурус. Ведь именно снайпер часто оказывается в таких ситуациях, когда противник вот из-за угла выпрыгивает, и всё, как бы, ты промахнулся, или ещё какая-то ситуация, или тебе надо выпрыгивать. И вот тут Кинетикс будет интереснее, нежели Таурус. Фарные версии вообще можно, выпрыгивая за угла, противника спилить за долю секунды. Действительно, ТТК здесь низкий, эффективность высокая. Но возлагать очень высокие надежды на данное оружие, как в своё время на ТЭК-9, я бы всё-таки не стал. И причина, опять же, очень проста, она единственная. Это запас патронов в магазине. То есть, если вы стреляете достаточно точно, одного противника вы убьёте гарантированно. Вот на второго уже патронов может и хватить, а может и не хватить. Гарантий тут я никаких давать не буду. По тому мнению, такая снайперская винтовка, если у вас уже есть Саббатти, это проходняк. А вот Кинетикс выбить снайперу очень даже ничего. Да и, в общем-то, если вы любите автоматику, а не револьверы, можете её убивать на любой класс, не пожалеете. Вопрос, какой же вариант выбрать, одиночный или двойной Кинетикс, остаётся открытым, потому как данное оружие эффективно и в одиночной, и в парной версии. Но более конкретные варианты сборки надо тестировать, и это мы, конечно же, друзья, разберём уже после обновления основного сервера. А как тебе новая карта в режиме Блиц? Знаешь, дорогой друг, данная карта получилась весьма занятной, но на большого любителя. Первое, что надо отметить, и для многих, как и для меня, кстати, это будет огромный минус, это карта для режима Блиц. Режим, который, прямо скажем, любят, наверное, не большинство игроков. И, кстати, если эту карту поместят на РМ, мне кажется, будет вообще так себе. Она очень спорная для рейтингов. И причина тут проста. Данная карта, это, знаете, какая-то вариация на нефтебазу. Она очень маленькая, очень коридорная и очень прямолинейная. Если бы это была карта для командного боя, я бы аплодировал с той, что называется. И, кстати, разработчики, предлагаю вам над этим подумать. Отказаться от идей добавления данной карты в режим Блиц и просто сделать командный бой. Игроки будут очень рады и скажут вам огромное спасибо. В режиме же Блиц карта очень спорная, очень прострельная. Много различных позиций, которые будут контрить активных игроков. Я бы на месте разработчиков данную карту на РМ точно не помещал. Будет очень большое негодование. Что касается командного боя, если приспособить её к данному режиму, что, кстати, не является сложным, там на самом деле всё очень легко. Убирай бомбу, вот тебе командный бой. Игрокам понравится. Вне всяких сомнений, я не исключаю, что это будет одна из самых популярных карт данного режима. А как же Сигушка родненький. Да, капитан Очевидность. Друзья, свершилось. Наконец-то на старые легендарные имбы стали вводить моды. И первым в списке вот этих легендарных стволов, типа там Ктарчика, Юсаса, Колеса, вот этого всего, стал пистолет Сигзауэр. И, наверное, вы ждёте, что сейчас я дам какую-то мощную оценку данному стволу, но нет, друзья. Этого, к сожалению, не произойдёт. Причина очень проста. Прокачать с помощью кредитов данный ствол почему-то я не смог. Перезаходил в игру несколько раз на ПТС. Результат абсолютно тот же самый. Пистолет просто не прокачивается. То есть ты нажимаешь, приобрести уровни, ничего не происходит. Более того, пистолет оказался забагованный. Просто послушайте его шикарный звук на полигоне. Я думаю, дальше можно не объяснять. К сожалению, пока что это какая-то заготовка, заглушка. Это какая-то ошибка. Бак ПТС, которыми, кстати, данный ПТС очень богат. И попробовать этот легендарный пистолет мы, в общем-то, на данный момент, я во всяком случае не в состоянии. Кстати, по поводу багов. Тут есть что обсудить. В этот раз, ребята, вот дорогие Астром Энтертеймент, Алодусы, вы просто превзошли себя. На нарезке, кстати, да, нарезка небольшая, потому что, ну, вы, наверное, уже по нарезке поняли, что я часть боёв вообще просто сыграть не смог, меня оттуда выкидывало. Мало того, что у нас ПТС не очень густо населён, так ещё и с каждой второй комнаты просто выкидывает. В общем, было грустно. С чем связаны эти краши, я так и не смог понять. Происходили они совершенно рандомно. Единственное, что можно ответить, чаще всего они происходили на карте Пригород. Помимо этого, у нас разработчики, по-моему, опять что-то мутят то ли с графикой, с движком и дымом. Потому что дым выглядит теперь вот так. Но на этом они не остановились. И мы видим прекрасный ФПС. Вы можете наблюдать. Я обнаружил, что у меня как-то игра подлагивает, тормозит. И решил включить счётчик ФПСа. И увидел, что у меня на том же Пригороде часто просадки до 90-80 ФПС. Это вдвойне забавно, потому что только недавно я обновил свой системный блок, всё кроме видеокарты, дабы ФПС в Warface у меня был нормальным. Кстати, тоже благодаря нашим прекрасным Astro Entertainment, после их изменений графики, введения параметра яркости, вот этого всего, у меня мой ФПС 200 с лишним превратился в 170-110 и иногда на стримах там 80. Я обновил системный блок, и сейчас на основе у меня в районе 400. 350-400, это без стрима. На стриме 300-340, иногда чуть меньше 300, но редко. И, в общем-то, без стрима, даже при записи, у меня ФПС на основе меньше 300, вот чуть-чуть, там, 280-290, может упасть только в одном случае. Это если рядом много дымов, и особенно, если я в один из дымов зашёл. Всё. Во всех остальных случаях, практически на всех картах, у меня ФПС выше 300, и часто там около 400 крутится. Ну а лодусы не перестают удивлять. На ПТСе у меня реально просадки до 90. До 90, ребята. Про 300 с лишним, 400 ФПС часто вообще не приходится говорить. ФПС скачет где-то там в районе 200 с лишним, а потом падает до 80. Как такое может быть, я вообще не понимаю. Но могу точно сказать, что такой клиент, такой патч загружать на основу вообще нельзя. Потому что многие игроки, у которых компы, ну куда слабее, они вообще просто в слайд-шоу будут играть. Это полная задница будет. Так что в плане багов, этот ПТС, он просто филигранен. Он войдёт в историю как нечто особенное, серьёзно. Это примерно из того же разряда, как когда-то при старых наших ещё разработчиках, при Crytek Kyiv у нас были гиганты, помните, бегали. Такое было. Это было нечто, конечно. Но, во всяком случае, там с ФПСом всё было нормально, и плюс-минус дымы работали. Здесь же, конечно, игра убита просто в хлам. Всё тормозит, всё лагает. ФПС падает сквозь дымы противников, и тебя почему-то видно. Как вообще до этого можно было дойти, я, честно говоря, не понимаю, но они смогли. Ты же совсем забыл, Рокутагин. Эстакаду вернули. Карта эстакада, друзья, та самая. Её, наконец-то, вводят в Warface. Снова возвращают, так сказать. Поиграть я на ней, к сожалению, не сумел, потому что, ну, тупо её просто не нашёл. Также поговаривают, что на ней играть у многих просто не получается, потому что там случаются краши. Клиент просто крашится, всё вылетает, жопа. Но Ясенпень со временем, они всё-таки доведут это до ума, и мы сможем данной картой, точнее геймплеем на данной карте насладиться. И, кстати, я планирую вот Сигзаур, когда его тоже перейдут в порядок, записать именно на этой карте нарезать, что будет сочно, будет душевно. Хотя, честно говоря, я прекрасно понимаю, это 9 из 10, что люди придут, поностальгируют и просто забудут эту карту сразу, то есть, через неделю максимум. Да, печально, вот так оно часто получается. Ну, понимаете, люди часто говорят одно, а хотят другое. То есть, надо разбираться в своих внутренних мотивах. Вы хотите многие, как и я, поиграть на эстакаде, потому что это тот самый Warface. Мы были моложе, жизнь была прекрасна, трава зеленее. И это было поистине здорово. Вам хочется поностальгировать, но когда вы будете играть на эстакаде, ну, я думаю, что большинство поиграет, да пойдёт дальше катать пригород, какой-нибудь блокпост, обновлённые модели или ещё что-то в этом духе. Понимаете? Скорее всего, будет именно так. Но это не значит, что эстакаду не надо возвращать. Вообще, малопопулярные карты. Типа эстакады, типа депо моей любимой. Я до сих пор бы на ней играл, но, к сожалению, онлайн там невысокие. На этих картах я предлагаю какие-то ивенты небольшие проводить, какие-то гонки, что-то типа такого там. Выиграть столько-то мясорубок за какой-то период. Такие маленькие мини-соревнования, и люди будут туда ходить, и это будет здорово. Это будет обалденно. Поэтому сама по себе эстакада, конечно, имеет право на жизнь. Но просто как карта в быстром поиске, она уместна первые, я думаю, пару недель-месяц. Потом, к сожалению, конечно же, многие на неё забьют. Но всегда есть вариант, как сделать её играбельной, и я только что об этом сказал. Что-то ты столько багов сегодня обозначил. Как же они так лоханулись? Ну, капитан, очевидность, они по этой части мостаки, да. По части багов-лагов, наши любимые Астром Интертеймент Алодосы, они впереди планеты всей. Есть серьёзное, это, конечно, печально. Очень печально. Разработчики, ну, я не знаю, ну, сделайте что-нибудь. Я не знаю, что, но это как бы, это по вашей части. Сделайте что-нибудь. Мы тут с комьюнити-менеджерами иногда общаемся, они говорят, ну вот, зачем игроки так говорят, типа, раньше было лучше, если посмотреть объективно, было не лучше. Друзья, дорогие мои разработчики, комьюнити-менеджеры, по многим вопросам, может быть, и не было лучше. Но по технической части было в миллиард раз лучше. Я понимаю, что они минимально что-то изменяли, там, пятое, десятое, вот это всё. Мало меняли, поэтому, типа, и багов не было. Но они баги быстро лечили. Вот. Я понимаю, что вам сложнее это делать, потому что там их старый код, короче, находится, там всё написано ими. Поэтому исправлять ошибки вам тяжелее. Но исправлять их надо. И надо этому уделять как можно большее внимание. Потому что сколько бы вы новинок классных не вели, сколько бы грандиозных, прекрасных, великолепных идей у вас не было, если это неиграбельно, то это, друзья мои, извините, при всей прекрасности этих идей попросту не смогут оценить. Сосо Павлиашвили